У добровольцев, прошедших отбор в ряды новой гвардии наступления, начались первые тренировки. Они изучают тактику боя, медицину и физическую подготовку. Наши коллеги видели, как происходит учение бойцов спецподразделения «Людь». Что привело украинцев в штурмовые спецбригады, об этом наш следующий материал. Останавливаем критическое кровотечение, накладываем турникет. Инструктор по тактической медицине учит будущих бойцов оказывать первую помощь раненым. Воинам, прошедшим отбор в гвардию наступления. Это обязательно пригодится в ходе штурмов позиций противника. Бойцу с позывным «Бурый-24». В первый день полномасштабного вторжения России он вернулся в Украину из-за рубежа и сразу же встал на защиту родной земли. Работал за границей по специальности. По профессии я режиссер эстрады, актер кино и театра. Вернулся защищать страну, потому что думаю, что это обязанность каждого, каждого гражданина, кто считает себя патриотом, настоящим украинцем. Он должен защищать Украину. В 24-го пошел добровольческое формирование. Воевали сначала в Киеве, потом Харьков освобождали, потом увидел, что выставили вакансии, что можно присоединиться к бригаде «Людь». Доброволец с позывным «Пол» раньше был водителем-дальнобойщиком. Военное дело для мужчины абсолютно новое. Мне 27 лет. Я раньше не служил ни в полиции, ни в армии. Много времени провел за границей. Очень много моих родных и близких служат. И я решил, что также должен что-то сделать. Здесь наши родные. Мы здесь выросли. И мы должны оберегать своих родных и близких. Все добровольцы прошли жесткий отбор. Один из главных критериев – мотивация. Если человек в сердце желает и сердцем желает победы и независимости нашего государства, это самое первое, что поможет нам победить. Кто-то, может, будет старше по возрасту и чуть-чуть не показывает физические свои данные. Но у человека есть опыт, умение использовать какие-то средства. Он способен на большее с той же техникой. У человека есть специальность. Мы тоже к таким присматриваемся. Потому что хорошие специалисты всегда на вес золота. Добровольцы, которые уже прошли отбор в подразделении гвардии наступления, сейчас тренируются отдельно от профессиональных силовиков. Но в скорости их объединят. Они осваивают элементарные навыки. Те, которые необходимы для штурмовой бригады. Это медицина, это тактика боевая. Сотрудники полиции. Да, у них отдельная составляющая. Потому что у них есть определенные навыки в процессе несения службы. Они отдельно будут проходить. А в дальнейшем саживание, которое будет после первичного, будут уже объединены. Мы также хотим разобраться, какой уровень комплектации, уровень обеспечения и формы, и средствами индивидуальной защиты, чтобы наши бойцы были подготовлены, укомплектованы и могли безопасно нести службу, охраняя государство Украину. Первый этап тренировок будущих бойцов штурмовых бригад продлится как минимум 4 недели.